Всем доброго времени суток, дорогие друзья, и с вами снова Игнает, и рада я вас поприветствовать сегодня на дне третьем раунда второго про серии сезона 13 StarLadderTV, и это у нас дивизион B СНГ регион, и насколько я понимаю, что такое дивизион B, это четвертые и шестые места в первом раунде, ребята, заняли. Ну и, собственно, сегодня у нас одна игра, как обычно, Best of Two, ну и играет у нас сегодня команда Last Dream и Team Slark. Ну что же, прошли у нас здесь уже начальные стадии банов, пиков, ну и перейдем, пожалуй, мы к ним. В общем, от Team Slark здесь SF, Аппарат, Шейкер в бане, Висп, Найт Сталкер, Герокоптер и Дарксир. Ну, от Last Dream, Slardar, Dazzle, Гина, Забаньяния Дума, Queen of Pain, Broodmother и Tuscara. Ну что же, в общем-то, начало здесь пиком положено, посмотрим, сейчас идет дополнительное время у нас у Last Dream, кого они возьмут, ну и как продолжить строить здесь свой пик. Пока что, ну, у Last Dream такой довольно-таки стандартный здесь пик, практически каждый день я вижу в играх Slardar вместе с Dazzle, ну и, по сути дела, как бы, связка уже довольно-таки старая. То есть, в этом нет ничего удивительного, действительно, хорошо работает вместе, ну и плюс сейчас у Slardar Ultimate откатывается намного быстрее, так что почему бы и нет. Ну, Лина всегда в любой ситуации хороша, несмотря, конечно, на то, что пофиксили ей немножко здесь, конечно же, ультимейт, понерфили Ю, который ей там собирали в самую первую очередь. Но, тем не менее, остается все так же одним из сильнейших героев на миде, одним из сильнейших героев в лейте, да, и даже как саппорт смотрится тоже довольно-таки неплохо. Ну что же, от Last Dream у нас Shadow Shaman, вот кого-кого, вот Shadow Shaman я вообще не видела давно, посмотрим, получится ли у ребят здесь Shadow Shaman сыграть. Ну, в принципе, тоже неплохой герой, есть хороший контроль, так же он свяжет и захексит, ну и ультимейт, который будет неплохо дамажить в замесах, ну и в основном, конечно же, мне кажется, нацелены здесь больше на вышки. Ну и от Team Slark здесь заходит на четвертый пик у нас Абадон, ну и довольно-таки интересно смотрится их пик пока что. Ну, что можно здесь сказать, контроль, в принципе, у них здесь имеется. Шекер, отличный, как всегда, с своей фиссурой, хороший ультимейт для Хослэм, который работает и в начале игры, и в лейте, аппарат тоже самое. То есть, ну, как минимум, здесь ребята из Ласт Дрима, какой-нибудь там Алхимика, ну и подобные вещи не будут брать. Конечно же, еще дазл этот аппарат будет здесь немного контрить. Ну, далее. Забанили они сейчас Фантом Лансера у нас Сларки, точнее Ласт Дрима, ну и посмотрим, кого будут сейчас банить им Сларк. Ну что же, Абадон тоже стали в последнее время частенько пикать, ну, в принципе, тоже неплохой герой, хороший у него здесь есть и щиточек, который будет работать на команду, и что-то там подхилит, и задамажит. Ну, и в общем, в целом, пробить этого героя довольно-таки проблематично, плюс из-за его ультимейта. Ну, а про СФ, я думаю, рассказывать особо никому ничего не нужно, хороший герой, в начальной стадии игры довольно-таки силеный, и в лейте точно так же будет с руки накидывать неплохо. Так, ну что же, от Тим Сларка ждем мы сейчас последнего бана, ну и Джаггернаута решили здесь забанить, ребята. Ну и посмотрим, что возьмут сейчас в Last Dream, пока вам, наверное, немножечко... Хотела вообще рассказать про эти две команды уже по традиции, представить их, но нашла я информацию только о Тим Сларк. Так, ну, по сути дела, представление команд у нас на сайте висит, что говорили о себе команды. Так, самое главное не пропустить последние пики, ну, в общем-то. Раз ничего не написали на Last Dream, расскажу вам про Тим Сларк. В общем, Тим Сларк, команда Ильи Мэдисона, и состав собран из молодых и не очень ноунеймов, где, точнее, нигде и ни за кого до этого не играли. Так, в это время у нас забирают антимага Last Dream, ну что же, такой серьезный товарищ, конечно же, антимаг. Посмотрим, получится ли сейчас у Тим Сларк против антимага отыграть достойно. Так как все-таки, что ни говори, если антимаг свое выформит, это, конечно, страшный герой становится. Ну, и, возможно, у Тим Сларк получится, конечно, здесь фастом как-то антимага этого загнобить, там, и закончить игру. Ну, далее я прочитала про них, и любят ребята валидольные игры по 150 минут. Я первый раз, когда читала, такая, вот, что? Что меня ждет 150 минут? И, в общем-то, походу, да, ждет меня 150 минут, потому что забирают где-то здесь спектру. Ну, и что же, здесь получается уже просто такая ситуация, что чисто то, кто здесь, кого перефармит, антимаг или спектра. Ну, и посмотрим, конечно же. В любом случае, я чувствую, ожидает нас очень долгая игра. Я-то думала, сейчас возьмут какого-нибудь, там, Трикернаута за баню, ну, не знаю даже кого. Могли они здесь взять, в общем, пойдут фастом, там, начнут напрягать антимаг, закончат за полчасика, там, вторую, там, кто-нибудь закончит тоже за полчасика. А тут, в общем-то, 150 минут нас ожидает. Так что, готовьтесь, ребята, можете запастись, там, не знаю, по корнам, если что-нибудь попить. И начнем смотреть. Пока что, Тим Сларк у нас в своем составе. Ну, и ждем сейчас Ласт Дримов, пока, ребята, загрузится. Так, ну что. Давайте пока я вам прочитаю, наверное, их ники. Айви, Иви, в общем-то, играет у нас на Абадоне. Сейлер на Спектре, GS на SF, Интерпол на Аппарате. И Кукуруту 5СК, в общем-то, играет у нас на Шейкере. Так, и что у нас здесь? Не все пока загрузились. Ну, Хатсуна у нас играет на Линия. Товарищ 44, я не помню, кто там уже был. Ладно, подождем. Посмотрим. LD Imbo for Shadow Shaman. И Dazzle вот такой вот непонятный... Ну, в общем, смайлик, короче. И что-то у нас дисконнект произошел. В общем, чувствую я... Долгом, долгом еще будем ждать. Скайп траблы. Вот не знаю, удобно сидеть в скайпе или нет. А, вот. На антимагии будет играть у нас товарищ. Ну, и ждем последнего героя. Сларда же там, точняк. Вот. Ну и скайп. Скайп, да, дело такое. Я вот больше люблю какую-нибудь там Вентрилу или... Ну, TeamSpeak. Вот, честно, не перевариваю, но вообще, наверное, поудобнее штука, конечно же. Все-таки настройок там и функционал побольше. Ну, да ладно. Рада я, что команда поставили к лантэгги. Не нужно будет смотреть, там путаться. Потому что обычно все время все забывают. Не пишут свои названия команды. И приходится поначалу, по крайней мере, в первой игре все время тупить. Ладно. Вот, вроде товарищ у нас заходит. Подключился к игре. Ну, что ж, ждем. Открою сразу предмет, посмотрю, будут ли ребята какие-то смоки затаривать. Пойдут все вместе или нет. Первый раз я сегодня комментирую эти команды. До этого мне они не попадались. Все время на других группах я сидела. Ну, а вот в Б-дивизионе мы встретились. Свапнулись еще, ребята. Ну, что же. Ждем пока что. Про команду я вам уже рассказала все, что могла. Про Last Dream, к сожалению, ничего вам поведать интересного не могу. Ну, а информацию про Team Slark, если что, сами тоже можете прочитать на сайте. Ну, и группа у них там ВКонтакте есть. Вот. А паблика по Last Dream я не нашла. Может, конечно, плохо искала, но не знаю. Может, у ребят его еще просто нет. Потому что некоторые не любят вообще запариваться по поводу пабликов. Так что там, типа, мы играем в доту и все. Ну, и по сути дела, конечно, может, оно и правильно, но паблики все-таки полезны. Реклама. Реклама лишней никогда не бывает. Ну, что же, стартует у нас наконец-то игра. Мы до этого ждали, пока там у нас придут ребята. 15 минут. Все как положено. Вот. Так, ну, и не вижу я. Не вижу смоков. Ну, и ладно. Нету. Нет смоков. И так все, ребята, отлично. Идут. Идут, в общем-то. Расходятся просто по лайну. Тут выехал шейкер. Шейкер с вардом. Сапогом. Вот такой вот у нас товарищ. Тут уже бежит антимаг. Ну, подозревают, видимо, что что-то знает этот антимаг, что здесь будет шейкер. Ну, в принципе, особо здесь шейкер не страшен. Спануть его может только если шаду шаман. Ну, и Лина вот подбирает. Ну, особо не торопится. Ну, конечно, этот вард-то изи. Изи мани. Не 50 копеек. Кто там добил? Ну, кто-то из саппортов. Ну, в общем-то. Сразу сантрики свои на одну четверть окупили. Так что... И, кстати... Ну, тут тоже такой вардецкий стоит у нас от... Слардара. Ну, и Слардар пошел в блочке 10 крепочков. Ну, и САВ будет сейчас руну забирать на боте. Ой, точнее, не на топе, а на боте. Лина. Так, ну и вот такой вот неплохой здесь вижен стоит сейчас у ребят. Last Dream. Ну, и начинается у нас игра, в общем-то. Дазл тут подстопил немножко крепочков на миде. Ну, и, в общем-то, как обычно, у нас сейчас уже такая, не знаю, традиция, что ли. Хотя, правда, аппарат уходит. Обычно все время в начале игры у нас стоят двое. Две даблы, одна миде. Ну, саппорт приходит, просто сейвит немножко своего мидера. Там, в начале, чтобы было ему комфортнее стоять. Ну, а тут аппарат поставил вард и пошел. Пошел дальше по своим делам. Может быть, хочет пойти сразу напрягать как-то этого Слардар, потому что Слардар сейчас стоит соло. Ну, и, собственно... Хотя, ну, убить, конечно, его здесь будет тяжко. Нечем цеплять, там нету никого станчика. Не знаю, чтобы там подфидонить, это нужно такое. Так что, что же, дазл, конечно, сейчас мешает очень сильно здесь ССФу. Вот так вот у нас дазл здесь раскачивается. Что, опять вард нашли? В общем, опять тут вард нашли. Теперь уже, правда, аппарат нашел. Вот, но тем не менее. В общем, загнали ССФ сейчас по Таврзу, оставили ССФу без помощи. А вот дазл у нас тут стоит готов. Ну, кстати, довольно-таки все-таки неплохой этот поздний тач. Ну, многие его вообще не вкачивают, даже на единичку не берут, а некоторые, наоборот, с него начинают. Вот мы сейчас видели и сразу напрягают. Напрягают, конечно, неплохо здесь все. Минер, пришел аппарат, ну... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, дазл, что ты делаешь? Ахахах, прекрати. Мне кажется, он сейчас поплатит в свою наглость. И да, в общем-то, кайлы достали сейчас дазлы. Это легчайший просто ферстблат для ССФа у нас. Ну, конечно, курьер дазл нас забрал. В общем, мне кажется, немножко авантюрно сыграл, но такое. Зато, зато я экшен на карте создал, и, в общем-то, интересно довольно-таки. Ой-ой-ой, в это время Абадона на топе пробивает щиток, не спасает его, и отправляется он в таверну. Ну, подхиливает здесь дазл с лордара, и с лордар вот таким акармом делает даблкил. Очень неплохой сейчас выход от дазла на помощь с лордару, и спектр отправилась в таверну, которую нужно фармить. Спектрю нужен фарм. Это что такое? В общем, легчайший вард. Так, Абадон пытается, конечно, здесь дазл в спину немножечко пихать, но вроде прогнал. И, кстати, с лордар вот так вот вообще ничего не боится, на самом деле зря. Так, что у нас дазл? Дазл без креста. Ну, хилочка у него есть. Пытался там вроде как бодиблок какой-то устроить Абадон. Ну, а с лордар все-таки на своем первом скиле изи убежал, и все у него замечательно. Пытается дальше Абадон здесь напрягать, конечно, под чилин-тачем он, ну, в общем, как такой гвар здесь находится, пытается не пропустить. Ну, и, кстати, линия в сторону радиентов пропушилась, ну, и сейчас лордар здесь будет спокойнее, кстати, и фармить. Ну, кстати, неплохо. Это значит, что у него будет очень фаст даггер, и сможет он ходить напрягать дальше вражеского кэри. Ну, в это время у нас, кстати, антимаг фармит. Судя по всему, особо сильно его здесь не напрягает, но покрепстат он на втором месте. Здесь, конечно, Шейкер пытается что-то сделать, соло-ринг у него намечается, ну, и, в принципе, будет он фиссурами просто закидывать, наверное, два антимага пытаться ему мешать добивать крипов. Так, на миде. Вышли сейчас саппорты КСФ, чтобы он рунку забрал, ну, и, собственно, забрал. Забрал богатство, на боте Инвиз взял Шадоу Шаман. Он, возможно, сейчас будет выходить на мин. Ну, кстати, есть у него здесь шакл. Так, подошел, связала Сефа, станчик от Лины, пошел с руки, сбивает, последняя тычечка. Отлично. Кил для Шадоу Шамана, и неплохо-неплохо. Для саппорта лишняя голда никогда не помешает. Так, ну, что же. В это время посмотрим, пока на боте, судя по всему, ничего интересного в ближайшее время не предвидится. Пока что антимага оставили на фрифарме и стараются здесь, конечно, всеми силами спектру напрягать. Ну, и, в принципе, в принципе, задача выполняется. Крипов вроде как спектр и бьет, антимаг, конечно же, сейчас по надворцу ее опережает уже довольно-таки неплохо. И в спектре нужно просто стараться, конечно, фармить. Ну, как ты здесь пофармишь, если постоянно стоит тебя, пытается хоросить дазл вместе с вардаром. Слушай, что на саппорте работают, стараются сделать отводы, битву, вардов там была, чтобы пытались заблочить. Ну, особо, кстати, тут вот еще же есть стаки. Их сейчас вообще с вардар заберет. Ну, кстати, даже не стали париться в свою сторону лайн протолкнуть, просто решили зафармить эти крипов. Так. Что? Где шейкер? А, шейкер. Шейкер портается у нас на топ. Так, с вардар проседает очень сильно. Фиссурина прилетела, купил себе слепорт. Отлично, да, за вот это время забирает у нас аппарата, пытается забежать. Сейчас ман нет у него и... Но, опять-таки, что я говорила, кроме шейкера сейчас ничего не можно здесь остановить. Ребята с команды Last Dream. Ну и, возможно, сейчас попытаются выйти на Лину. Ой-ой-ой, Лина, 6-й левел апнул. Боже мой, как не вовремя сейчас подошли сюда саппорты из команды TeamSlarge. Отличная игра для ребят. Сейчас Лина попыталась реализовать свой ультимейт. Вроде, конечно, будь она одна, то Сэф бы отправился в таверну, а так подошел сюда Бадон, еще Сэфа подхилил, Шекер Фессор дал, закрыл, Лине уже деваться было некуда. Ну и, в общем-то, пока что счет у нас равный. Ну, кстати, это уже второй фраг сейчас для Сэфа. Фонфорс, конечно, Лина на первом месте фармила она здесь довольно-таки неплохо, несмотря, конечно, то, что киллов у нее нет. Ну, был один ассист там, Шадо Шамадо, последнюю точку тогда дал, когда Сэфа забирали с Инвиза. Вот. Печалька Спектр продолжается здесь, она, конечно, шестой левел, но, в общем-то, все очень, очень плохо. Так, ультимейт. В это время на бот здесь поймали Шадоу Шамана, пытается здесь антимаг отойти, ну, с ПТ и с колечком особо ему сейчас нечего бояться, он дальше даже подходит, просто дальше продолжает здесь скрипов формить. А, Спектр, кстати, пешочком у нас теперь на базу идет, но один килл есть у Спектра. Вот. И решили, наверное, все-таки немножко антимага понапрягать. Ну, кстати, давно пора, все-таки нельзя оставлять антимагу на таком фрифарме. Ну, и здесь в ответ прохарасили у нас немножко Шейкера, Шейкер отошел, но есть здесь, если что, Абадон, который готов подсевить своего тиммейта в любом случае. Так, забирают сейчас, нет, забирают, идет Сеф забирать руну. В это время встреч у нас Лису, Шаман с Абадон, ну, так, друг друга посмотрели. А вот, кстати, идет Шейкер. Нет? Нет? Нет, разошлись, в общем-то, пока что. Ну, и сейчас вот такие вот у нас выходы здесь от Свардара вместе с Даззлом. Хоть они просто по вражескому лесу. Так, это что, Да. Может быть, будет сейчас выход в смоках на кого-то. В принципе, здесь Вижена нет, так что всю эту контору... Ну, единственное, что, конечно же, понятно, что их на лайне нету, где-то они гонгают. Ну, Спектра, конечно, пользуется моментом. Есть у нее возможность сейчас хоть немножечко, но да подфармить чуть-чуть. Вот. Так, что, опять поймали Сефа. Подхилил Абадон. Ну, и, конечно, к Сефу теперь так просто уже не подойдешь. Стали все-таки его немножечко здесь сейвить. Так, что в это время с Шейкером? Активно откидывается здесь висурами. Пытается, пытается, конечно, антимаг напрягать, но это такое. Антимаг своего фармит. Есть у него уже персик, и потихонечку, потихонечку своему в эту фурии он приближается. Можно даже сказать, что, в принципе, не потихонечку, а довольно-таки неплохо. Так, Шейкер седьмой сейчас левел, эхо-слам у него имеется уже, антимаг восьмой в это время, шаду шаман четвертый с арканами, так что саппорты, в принципе, здесь даже не особо голые. Бежит Абадон, Абадон пока что пятый, нет у него ультимейта. Так, в это время прилетает Спектра на ультимейте, там захексили ее, Абадон выживает в это время. Все-таки отправили в таверну у нас шаду шамана антимаг сбежал на блинке, там ультимейт свой достаточно использовал, ну, ультимейт, так, нет, это Шейкер забрал. Лина пришла, пробивая здесь сейчас ССФ очень больно, ССФ еще к тому же ультой Слардар был, ну и отправляется ССФ у нас сейчас в таверну. У ССФ пока что ПТ Аквила, так что не вижу я у него больше ничего. Думала я может быть у него уже какой-то хотя бы намек на Меку или вообще на какой-то артефакт, который будет в дальнейшем, но пока ничего нет. Так, Абадон пятого левла, ну и стоит он пока что Шейкером, хотел я сказать рискует, он отправится в таверну, но здесь ребята из команды ЛС Дрим решили немножко подформить свой лесочек, ну а почему бы и нет, в принципе если комфортно стоится в лесу, можно и здесь. Ну и кстати, Лайн пропушился немножко в сторону Дайр, так что сейчас подойдут и пойдет антимак антимак фармить. Так, Абадон все еще рискует, здесь 30 хп и нет ультимейта. Решил так я все-таки наверное не рисковать особо и под вышечкой пока постоять, пока Лайн обратно к Дайр не пропушится. Флордар повесил сейчас ультимейт на спектру, ну и спектра опять у нас Соло стоит, вот сразу пойдет сюда телепорт от Абадона, Абадон апнул и шестой. Боже мой, ну ему там буквально чуть-чуть чуть-чуть крипочек один. Ну, кстати, Лина перетянул сейчас у нас на топ, а ребята в смоках и батит немножечко на спектру. Ответные смоки у нас сейчас от Латрим провесил дазил свой ультимейт, с аппарат у нас спал смок, прилетел сюда шейкер, так, ну сейчас пятером ребят за команду Тим Сларк, Аппарат пошел первый смертник, фиссура от шейкера прилетает, тиммейт от Пектор, эхо слэм отличный, больно, 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 сейчас Лине отправляют ее в таверну, даблкил для эсэфа, хотела сказать, угонит больно, в общем, Лину, и да, действительно, больно, отправили ее в таверну, ну и неплохо, неплохо сейчас Тим Сларк, так вот, и аппарат еще к тому же выжил, вообще все выжили, все замечательно, минус 3, в это время у нас еще, хотел сказать, еще, ну, в общем-то, в это время у нас пропушили вышку ребят из команды Lightstream на боте антимаг свое фармит, и, судя по всему, там к нему Battleforia уже летит, нет, пока, пока еще не видит Battleforia, но, тем не менее, скоро он совсем у него будет, в это время, воу-воу-воу, Шейкер, кстати, Шейкер-то там, угу-гу, ладно, не буду я вникать, там чатик пролистывать, но, в общем-то, неплохо, Шейкер 3.05, и с этого всего у него, кстати, и Соларинг есть, и Транквилло есть, и есть у него сейчас уже Даггер. Так, на боте, ТДшечка у Лины пока что так, повезло, еще Регену, кстати, Флоу она была, так что такое, могла бы, могла бы какая-нибудь Хоста еще сейчас появиться, ну, зато, зато пойдет песочек подфармит, немножечко его антимага. Фарм, фарм подперед. Аппарат в это время, покупает себе Мидас, с 6-го левела сейчас полетел ультимейт, и никуда, никуда он не попадет. Так, в это время опять у нас ультимейт Даззл прокинулся, сейчас Шаду, Шаман пришел тоже с 6-го левела, Даззл, кстати, с медалькой, так что, Шейкер, Заггер, влетает, хорошая фиссура, Кайлы, залетают сейчас от СФ, очень больно, пытается спасти, Спектр, утонул, пытается догнать, сейчас Даззл делают ТПА, просто Лордар у нас выживает, а вот Даззл, а у Даззла не был, был телепорт, а что он не сделал телепорт, ну, в общем, не сделал он телепорт, здесь еще Лина подфидонила, может быть, хотела прийти помочь, ну, в общем-то, получился такой конвейер у нас, все-таки ребята сейчас из Тим Сла играют в Пятером, а ребята из команды Ласт Дрим, ну, не хватает, не хватает, у них этого антимага, но антимаг еще даже без Баттлфури, да и вообще ему фармить и фармить, ну, и, собственно, пока что вышки-то все стоят еще у Ласт Дрим, так что это такое, ой-ой-ой, как больно, сейчас Лордару отправляются в таверну, вот, собственно, говоря, был он до этого на базе, хилился, прилетел, и получил по голове здесь от Шейкера, ну, и отличная игра просто от Шейкера и СФ, здесь они, конечно, отыграют очень хорошо, Шейкер вообще красавчик, она просто залетела очень четенько, фиссура там, все такое, так, ну, что же, с этого всего сейчас подняли, ребята, мне кажется, довольно-таки неплохо голды, ну, надо, кстати, графики глянуть, спектра 10-го левела сейчас 2.200 у него есть голды на руках, ну, и, в общем-то, что у нас сейчас по экспе, по экспе Тим Сларк у нас ведут, ну, в принципе, на такой минуте, конечно, это не так уж и много, но, тем не менее, там, 2000 какие-то, но и по Натворцу практически все равно, чуть-чуть сейчас Тим Сларк опережает, ну, конечно, антимаг сейчас, вот, появилась у него Баттлфури, есть, получается, там, 16, 16 минут, там, 30 секунд было примерно, ну, или, может, раньше, я чуть-чуть не обратила внимание, Баттлфури у него появился, ну, и, как бы, теперь он будет фармить намного быстрее и, в целом, даже за всю команду, наверное, пока остальная его команда будет пытаться как-то дефать вышки, не знаю, что сейчас Лос-Дрим вообще будут потас делать, может, какой-то выход в смоках нужно сделать, ну, и все-таки не оставляет спектру на фрифарме, ну, и, конечно, сейчас уже довольно-таки неприятный этот СССР становится, прилетела к нему уже Яша, ну, и, в общем-то, Саша Яша у него теперь есть, так, ультимейт от аппарата, Алина попал, ну, конечно же, пока что дамаж, что он слабенький, Алина 11-го левела, сейчас есть у нее вторая ульта, пока что не знает, Лина, мне кажется, где, не может себе найти место на карте, приходит она все время как-то поздно и отправляется в таверну, ну, есть у нее тем не менее здесь сейчас Ю. Так, Вардар, что, даггера-то нету, да? Да, даггер, буквально, здесь копеечки остались, ну, и скоро будет, скоро будет даггер, и будет инициация у команды Лат Дрим, поймали шейкера, неужели стрик сейчас сорвут с него, ой-ой-ой, как неудачно, подфидонил шейкер и получил антимаг, ой-ой-ой, как неприятно сейчас давать такой стрик, ну, там, 500 монет, но, в принципе, для антимага даже 500 монет это очень-очень хорошо. Так, ну и что же, выход в смоках сейчас Ласт Дрим идут, Вижен, кстати, хорош, сейчас стоит у Тим Сларк, нужно бы поставить в Родицы, конечно, какие-то, может быть, более агрессивные, расчет на то, что у Слардара появился даггер, и, так, аппарата нашли, ну, без шансов, конечно же, на верушку, там, Дазл просто подхилил, решил себе килл забрать, ну, и выехали, судя по всему, на Спектру, ну, прошли сейчас по Варду, Спектр ультует, в это время отправили в таверну у нас антимага вместе с Шадоу Демоном, ну, и Спектр, конечно же, перетянул сразу к своим ребятам, сидеть нет смысла, ну, а ребята из команды Ласт Дрим должны забирать сейчас у нас вышку на топе, по фейт-рекапу, что, неприятная смерть, конечно же, отомстили, ну, что поделать, антимага я же себе купила, а СФ, от времени себе Даггер покупает, вышка падает, прилетел там ультимейт у нас от аппарата, посмотрим, что теперь аппарат будет покупать, будет ли он просто сходить сапогом, там, и купит сразу себе Аганим, ну, точнее, как сразу, будет ли покупать он себе дальше Аганим, так, Лина в юглу, поняла СФа, Станчик, подхилил здесь Абадон, Хикс, ну, Хикс пока что на дворчику здесь скачен, связал, пытается, пытается здесь прогнать, это ВСФ, пришел еще антимаг, блин, блинкнулся, ультимейт, Слардар станом не попал, лоу, повесил ульту, Слардар сейчас гонит все ВСФа, просто, все, нюшки не добьют, ну, и, короче, в общем, подфидуаль еще Слардар отправился в таверну, там пришли уже тиммейт, конечно же, из команды Сларк, сейчас безумная погоня за СФом, превращается в побег просто, ну, и выжили, тем не менее, Шадошаман купился без этого всего, здесь сейчас даггер, отправили в таверну Абадона, ну, и такой вот размин получился у нас, Слардар на Абадона, АСФ, конечно, впитал в себя все, что мог, ну, и Сейли, тем не менее, выжил, и продолжает дальше формирует свой лес, вот время, антимаг у нас тоже дальше формирует свой лес, так, ну, и, конечно, вот этот вард очень приятную такую роль сыграл, когда вот шли вот отсюда в Смаках, точнее, Смаки уже спали там после аппарата, и спектр на это все дело среагировал, нажал ульту свою там и улетела, помогла забрать антимага. Так, что далее-то? Девятого левела Абадон, пока что он вообще свою пассивку не вкачивает, 1-3 у него, ой-ой-ой, так что-то здесь происходит, опять стрел у нас Дазл, пытается он здесь выжить, но умирает, не смог сделать бы, шаду, шаман тоже отправляется в таверну, здесь уже антапа был у нас ССФ, ну и в общем-то поставил ультимейт шаду-шаман, ну и как бы спектра все это дело зафармила. Спектра с Радиком будет, сейчас он к ней прилетит, тяжко, конечно, ей этот частично Радик даст, поначалу ее очень сильно напрягали, но можно сказать, что реабилитировалась у нас спектра, участвовала в замесах, ну как, пытались просто спектру напрягать, вот, и в основном все замесы происходили на топе, остались, конечно, антимагом на фрифарме, сейчас он по натворству на первом месте, его только СФ догоняет, почему просто в спину здесь дышит, но спектр пока что по натворству на четвертом месте и Радик, конечно, будет выжигать сейчас вот этих тоненьких героев, того же Дазла, шаду-шамана очень мало, очень мало хп, так, ну, Лина, кстати, БКБ покупает, такой вот выбор, и смаки сейчас разбили ребята из команды Last Dream, посмотрим, будут ли, будут ли сейчас потасковать, цеплять, Лина еще, потому что на хосте, так, или что, это Рошан, так, но вардов нет, антимаг, сейчас Рошан, конечно, разваливается очень быстро, висит здесь просто все, что можно, медаль, комплифай, демидж, ну, и, очень быстро умер Рошан, так, отходит, ну, кстати, смаки только спали, антимаг с монтой, в это время у нас уже, еще, сейчас у него появился Аегис, ну, Аегис это такой, у него, чтобы, оставили его, наверное, в спокое немножечко, все-таки, законтролить антимага сейчас, ну, кто может, Шейкер только может, если удачно ворвется, но умрет один раз там антимаг, второй раз, вряд ли, получится его здесь удержать, больше особо, там антимаг нечем, да и, манта вставил у него есть, теперь сможет снять, там, какой-то дебаф, даже если, ну, как бы, торчит, там, и такое, прилетает сейчас сюда ультимейт от аппарата, поставили ворды, ну, и вот реализация этих вордов от Шадоу Шамана, наверное, самая удачная, ультимейт от Спектра, СФ, кастует ульту, уже здесь просто стирает Шадоу Демона, сразу же отваливается у нас Дазл, ну, и Спектра, конечно, Радикум уже своим ждет, очень больно, Лина тоже отправилась в таверну, антимаг живет, делает ТПА, он не уж не успеет, еще и Слордар, царь здесь просто попытался поцейвить, ну, кстати, СФ за ним, ой-ой-ой, в спину, очень неприятно, прилетает тыч к Слордару, Даггер, так, не достал Коэл, Даггер, ТПА вот, ну, и не угадал, здесь аппарат, конечно же, с ультимейтом, пролетел мимо, антимаг в это время, пошел дальше, сплитить, топ, ну, что же, вышечку-то на боте, тем не менее, снесли, покоцали, барак, барак, который не регенится, ну, и неплохо, теперь нужно что-то делать вот с этими Т2-вышками, чтобы можно было вот такие же маневры повторять, ну, антимаг этим всем сейчас занимается, добрался до Т2-вышки, и начинается такая садия игры, когда этот антимаг уже достаточно силен, чтобы ой-ой-ой, больно сейчас ССФ проседает, разлетит сюда телепорт от Абадона, отправляется в таверну у нас сейчас ССФ, плохо, такой бешеный стрит, тысячу колды сейчас с него сорвали, тем не менее, отомстили, немножко здесь, отправили в таверну Свардар, ну, и вот по голде такая у нас штука получается, прогнали, по крайней мере, сейчас антимага, что я до этого хотела сказать, моя мысль, мысль суть в чем, что сейчас антимаг уже спокойно так передвигается по карте, ну, хорошо, выбили сейчас с него здесь Аегис, но у него сейчас уже будет БКБ и вообще как бы ему будет пофиг, просто там ТП Аут, БКБ ТП Аут, пока что дамаги такой, чтобы его сразу убить, ну, нету, и в общем-то начинается такая штука, что антимаг просто один сам по себе ходит, пушит, в это время, если полетит один какой-то товарищ, он его уже может убить, если полетит там два товарища или три товарища, это уже значит, он просто притянул полкоманды на себя, ну и соответственно, в это время его тиммейты могут пропушить спокойненько другой лайн, так, сейчас выход там в смоках было, ну и спектр еще он тут заюзала, так, Лина, понимаю то, что смоки не спали, значит, это все иллюзии, так, ну и что же, в аддон здесь, потому что у нас итемы работающие на команду такие собирает, так, а что у нас с УСФ, УСФ почти БКБ, спектра, потихонечку здесь дальше, у нас уже растет и растет, на третье, на третье место панфорсово выбило себе здесь Аяш купил, ну и какой-то намек здесь, может быть, на Тараску появился, далее, смотрим, Шейкер теперь решил собирать потихоньку аганим, ну у него здесь вообще все замечательно, 6.1.10 есть у него здесь еще Форстав, а Слардар в это время приобрел себе, вместо того же самого Форстава купил себе Латар, ну такой вот интересный выбор, Лина подфармливает сейчас Эншентов, БКБ у нее тоже имеется, ну и меньше проблем сейчас будет у Лины от какого-либо прокаста. Шатушаман тоже подфармливает сейчас Лисочек, Даггер есть у него и намек начала во всяком случае Глимер Кейп какого-то у него сейчас положено. Так, у Тиммейта летит сейчас на пролетает ему, в общем-то волос. не пролетает мимо антимага, ну и Спектра здесь подошла. Тоже, кстати, с антимагом это все время находится рядом с Лордар, ну и мне кажется, не совсем готова к такому повороту, потому что Лордар, шекер ушел. Может, у него какое-то там десятое чутье сработало, не знаю, вроде никаких сантей не было, но решил найти, а в это время Свардар проверил. Все, прочекал, никого нету, фри, можно спокойно дальше пушить топ. Так, ульта Спектры. По-моему, там очень-очень больно Шаду Шаману, и в общем, отправляется в таверну. Абадон забирает себе этот килл, ну, скоро у меня, кстати, у Абадона будет, Арканы есть. В это время пушится у нас опять топ, очень проселся сейчас. Шекер пытается сбежать, блинкаут у него есть, техослом уже был активирован, отправили сейчас Спектру в таверну, заюзывали БКБ сейчас Сефа и Лина. Лина с руки пытается накидать Сефа, но мне кажется, это неравная битва, сейчас Сеф намного сильнее, Лина уже пытается просто сбежать, станчик, дазл, ну, дазл продается, чтобы Лина спокойненько сбежала, хотя, не так уж она продается, в общем-то, крест накинул и сделал тп аут. Что можно сказать, ну, Слардар у нас здесь умирает, конечно, очень часто, ну, инициирует он довольно-таки неплохо, хорошая драка сейчас для Ласт Дрима, отправили здесь товар на Спектру, отправили аппарата, аппарат, кстати, почти, ну, половину аганима себе собрал, ну, а Шейкеру пришлось немножко в драке, конечно, отойти, было очень ему больно, так, на ее улы Лина подцепила, хо-хо-хо, форстафы, сейчас Шейкер, фиссура, но, конечно, это все дело предчувствовала, а вот, у Тим, этот аппарат прилетел сейчас у нас на Даза, прилетел на Лину, и немножко, может быть, у Лины пыл, слегка остудит. Так, ну, что же, далее у нас Свардар опять пошел чекать, пока что до сих пор не стоят никакие сантрики у нас у команды Тим Сларк, чтобы вот такие вот выходки. Свардар что-то очканул, а теперь вроде не очканул, Станчик неплохо, фиссурено, там в итоге просто размазал здесь антимага, Даззл опять пытается сделать свой маневр, тп-аут, успеет ли? Нет, не успеет сделать тп-аут, Киллинг Спрей сейчас у нас Шейкер, нашли здесь еще Шадо Шамана, ло, и отправляется у нас еще в таверну Шадо Шамана, и, в общем-то, неприятная сейчас драка для команды Ласт Дрим, можно даже сказать не драка, а как-то неудачный, в общем, выход Свардар, не понимаю, почему он здесь на аппаратный напал, когда он был один, потом разогнался уже, вроде, и в итоге подставил антимага, антимаг отправился в таверну, и потеряли ребята с командой Ласт Дрим, сейчас тавер на миде, поставили вот такой вард детский, и потихонечку у нас начинает падать вышка на миде у Ласт Дримов, нету антимага, еще 17 секунд, Свардар, ласт Дримов, но вышка упала, и решили ребята из команды Дим Свардар отойти, Рашан, кстати, скоро будет, в это время Свардар падает на Судаггер, аппарат получается всего этого, гоним, сейчас начинаются неприятности у команды Ласт Дрим, потому что с Аганима, конечно, ультимейт будет очень-очень неприятный, Мека на Абадоне, 14 левел, Арканы, ну и все хорошо у этого Абадона, думаю, потом может быть Абнит в Гвардиан Грифс, а может быть и будет еще что-то собирать, посмотрим Спектри, Спектри что-то летело, или нет, да, он доставил Спектри, прилетел, теперь становится более живучи еще, еще больше до маги будет она с иллюзией вносить, ну и в общем-то знают ребята из команды Ласт Дрим, что сейчас Рошан должен был Реснен со Смока на него заходят и ну что, Тим Сларк что с блинками у этого антимага? Ну и в общем-то летит ультимейт этот аппарат, сейчас ультимейт от Спектра, будет ли это нет-нет, антимаг забрал Аегис, пытается сейчас бежать, крест повесили на Слардара, тазл хилит, ну там конечно висит ультимейт аппарат отправился в товар на Слардар, но Агем спасли и антимаг забрал у нас Аегис, я думала, что может быть будет какой-нибудь эпичный момент с стилом Аегиса от Спектра или еще что-нибудь в этом духе, но нет, не было такого, ой-ой-ой, дедэшечка, и сейчас антимаг опасен, опасен становится, много у него дамаги, есть еще Аегис, и можно было бы сходить попробовать реализовать это все дело, но Слардар в товаре, так что антимаг у нас просто отпушивает лайны, ну и может быть пойдет сейчас пропушить там какой-нибудь топ, так, Спектра Спектра, пока 200 у нее, ну конечно фармит она быстро, и сейчас с Мотостайлом по идее должен ее фарм еще увеличиться, ну особо не торопится тратить свой Монтостайл, дошел аппарат, еще Медасом крипочка стыдил, еще что-то алло, добейте, а, так, окей, пошли ребята по топу, далее, летит там ультиматист аппарата, тимак во вражеском лесу, просто здесь наглую зафармил крипов, так, а здесь до этих крипов не добрался, ну да ладно, пошли по топу, ДД спала, вышка, конечно, здесь разваливается, естественно, глиф на нее уже не будут прожимать и подтягиваться на нее, за нее драться тоже не будут, ну а ребята сейчас пытаются, будут ли пытаться подцепить, нет, опять решили отойти, в принципе, довольно-таки близко, у нас остальная команда была из Team Slash, спектр, в любом случае, еще в любой момент может прилететь, а, я была не права, это у нас не Аганим на шейкере, это у нас будет Актарин на шейкере, ну и ладно, ладно, почему бы и нет, так, СФ, СФ-то с Аскади у нас уже и все у него замечательно, пока бы еще 9 секунд у него, так, а у Лины, у Лины уже 8, Лина тоже пытается здесь что-то подфармить, конечно, по натворству она сейчас на 4 месте, но нельзя сказать, что у нее игра прям задалась и замечательно все у нее пошло, ну, потихоньку, тоже фармит, Аганим у нее есть, БКБ есть, Юл есть, ну и думаю, наверное, какой-то Хекс делает, потому что все-таки БКБ не вечная, и это будет очень хороший артефакт на будущее против того же самого СФ-а. И сейчас ребята у нас из Ласт Дрим перешли в такую, такой, опять же, у нас тимак. Интересно, блин, кажется, по карте, ну, может быть, думали, что там какой-то вардецкий стоит, ну, в общем-то, виджена на этой стороне сейчас у Тим Слард нету, здесь вот стоит такой вот вард от Ласт Дрим, и, если что, перемещение в эту сторону врага, есть, конечно, будут не спаки, и они все это дело спалят. Так, ну что же, осталась последняя вышечка сейчас Т2 на миде, так, у Тима-тспектра накидывает сейчас от Мага, от Мага просто отлинкался, ему еще грез повесили, поставили варды, сейчас от Шамана не добьет вышку. Ой, последняя тычечка. Они не знали вышку ставили, в общем-то, варды Шамана добили вышку. Так, антимаг, антимаг обязательно купил. Вот, ну что же, все, просто подходы к хайграунду сейчас у команды Тимсларк открыты, заходи, не хочу. и в общем-то, крест тут был на антимага не совсем я, может быть, ни в какой вообще не хотят здесь отдавать Таегис, ну и что, что его солить, я тоже не знаю. Ну, антимаг не хочет сейчас идти куда-то особо один разменивать, ну и об одном мне кажется встрял. Так, Сардар, Лотария опять нашел Сэфа, на Сэфу блинкаются, обисал. Ой-ой-ой, разорвался у нас ССФ, хорошо влетел Шейкер здесь, отлично, дал фиссуру, Хаслэм, гем выбили сейчас. Сардар у нас опять отправился в Тавер, но пытается антимаг сбежать, а пропал у него Аегис и сейчас закончится сейчас закончится ультимаг у нас от аппарата, ну, выживает ультимаг, а Егиса нету, или там выбили, я что-то честно говоря как-то просмотрела этот момент, обратила внимание просто до как разорвало там СФ, а потом залетел Шейкер царь и разорвало Сардара и опять потеряли гем, ну что ж такое-то, а гем лежит, ребята, гем ну и пока не торопится гем забирать ни на нем вторая команда ни курьер не летят чекать никак и пойдет ли у нас дазл искать гем судя по всему судя по всему он пойдет в ультимаг аппарата а нет дазл у нас довольно-таки плотный уже у него полторы тысячи хп есть у него здесь пт вот так вот на силу огар клап ну и дазл такого попробую еще убей антимаг дальше продолжает нас плетить ну кстати байбэк у него сейчас есть так что в принципе можно даже умереть разочек так абиссу на вадона вадон щуточку себя повесил спектр ульту лоджекер хорошо взлетел сейчас не особо и без его помощи здесь забирают слордары опять слордар просто у нас в этой катке мастер мастер фида так подобрал подобрали гем дальше душаман сходила все-таки забрал ну в принципе у него здесь гример кеп есть если что он всегда мог спастись так спектр 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 решил себе бабочку сделать вот шейкер прикупил тем временем себе октарин такой вот интересный закуп у нас на шейкере ну посмотрим оправдает для себя этот итем ну кстати гем еще у нас у абадона абадон начал собирать ну я все-таки думаю что здесь будет огонь но я не знаю может быть будет тоже октарин в общем много итемов которые можно здесь собрать но посмотрим аппарат тоже я думаю какой-то глимер кей будет делать ну сейчас он наверное его и себе и прикупит хотя может быть ребята оставляют байбэк потому что в принципе сейчас байбэк был бы не лишним конечно же вот так как у шейкера сейчас нету байбэка нету сейчас у абадона байбэка нету спектра байбэка вот одна удачная драка сейчас для ласт дрима это может быть просто изи там с две стороны спокойно но ребята с командой ласт дрима рассчитывают мне кажется очень сильно своего антимага то что он засплитит вот и принесет им победу и не торопится особо никуда идти у нас такая начинается ну то что терпильная дота ну такая фарм фарм дота как я и говорила 150 минут в общем будем смотреть как фарм у нас ребята так нашли апатона ультимейт с него выбили ну и сразу пытаются сбежать спектра на ульте опять нашли слордар боже мой мученик какой-то потерял гем да боже мой не давайте вы ему гем он фидонит 311 сколько можно умирать нет ну с одной стороны хорошо гем на слордаре типа он такой подбежал там повесил ультимейт там файдемш накинул свой да все хорошо с гем но по сути дела нету же ни лотаров нету ничего ну глимера даже еще на аппарате нету так влетели сейчас хаслэп на антимага антимага боже кому крест повесили вы серьезно повесили крест в общем спасли у нас сейчас шаду шамана в это время у нас забрали антимага забрали в итоге шаду шамана этого ну а слордар вставали у нас до сих пор вот так вот антимаг прожал еще к тому же БКБ потратил и сейчас это изел просто рошан для тимфарка заходит они его спокойненько заберут кстати сыр еще есть так что спектр забрался сыр а аегис у нас шаду венда ну в общем сф забрался себе аегис и сейчас у него очень очень много голды 5 100 он на руках есть спектр тоже появляется теперь байбэк ну абадон тоже есть байбэк в общем то что я хотела сказать гемо просто продают нелогично как бы можно в такой ситуации там просто пройти прочекать вроде сына я не знаю мне кажется даже шаду шаман тот же самый нет тоже очень много так цепляли сейчас цепляли бешеный просто horrible damage ну и падают сейчас бараки спектр разбирают сюда у нас так ну и глиф прожали ребят из команд last dream нет байбэк сейчас у дазна нету байбэк у нас у шаду демона ой шаду шаман боже мой я уже сговариваюсь в общем ворвался антимаг забрался сейчас стрик с шейкера и ребята из команд тимслак решают отойти не хотят драться все-таки антимаг может навалять так и в общем-то отделались вот так вот ну кстати сыр на спектре потрачен остался аегис аегис не потратили ребята но и рисковать рисковать не хотят ну на самом деле не знаю двойственная ситуация сейчас может быть стоило бы все-таки подраться пока нету этих двух саппортов и попробовать забрать того же самого антимага в принципе да может конечно же и спектра и сф очень и очень больно но не хотят не хотят рисковать так что у нас у Лины Лина себе потихонечку хекс делают ну кстати вот тоже на байбэк себя оставляет поэтому так-то могла бы уже его и прикупить ну и куда куда пойдут сейчас димсларк просто отпушивать свои лайн и фармить дальше свой лес слардар опять мультимейт словил от аппарата и вообще в другом месте на карте находится в общем слардар сегодня какая-то своя игра стоп пингинг плиз гайс донт ду диз перфект инглиш терпеть не могу когда пингуют вот ну и пауза у нас стоит сейчас ждем там решают какие-то свои проблемы что даже ничего не пишут в чате в чем причина ну вроде никто не вылетел так что так что просто ждем открою пока предметы да хотя даже просто пройдемся абадон 17 левел 2500 на руках байбек есть ну и пока что гвардин грифс не апает спектра спектра купила себе рецепт на тарасочку ну судя по всему так я думала я думала уже у нее есть тараск ну конечно да на ривер есть голланд с другой стороны нужен бы и байбек посмотрим ну мне кажется сейчас купит и за то время пока тут есть аегис немножко конечно сларки понаглее может быть еще побольше себе вижена поставит и подфармит ну конечно спектра фармит быстро так что да и выжить ей в принципе тоже не проблема ну конечно абисел такое сф пока что ничего не меняется ну а аппарат не стал доделывать глимер кейп решил форста себе купить ну стопить антимага ну и вынуждена камеру держать лина пытается здесь дофармить и байбек и хекс ну что же это логичное решение спектра в это время подфармливает себе тоже байбек сейчас ну кстати тарасочка к ней летит да ривер купила ну и теперь спектр у нас становится совсем совсем плотная попробуй ее еще убей все таки что хотелось бы сказать мкбшек нету все таки миссы от бабушки миссы сейчас от радика и было бы неплохо купить мкб антимага 3100 сейчас голды ну и конечно же на тмкб ему еще очень очень далеко с маки сейчас лазстрим пытается поймать у нас абадона ну вряд ли абадон отсюда уйдет хотя там сзади эсэф антимаг пришел как вовремя выбили аеги сейчас эсэф отлично прилетает там кстати ультимейт от аппарата особо никуда эсэф с бинка уходит лол абадон он конечно стрелял с него убивает тиммейт начинает его дальше дамажить нет вроде перестали шаду шаман отправляется в таверну больно больно сейчас макимагу он блинкаут делает сф пкб накидывает с руки отправляет в таверну еще и газла ну и вот так вот у нас практически все ребята из команды тимфарк оказались снова вместе единственное что им не хватает аппарата но аппарат удаленно помогает своим тиммейтом спектра быстренько вернулась в драку с ультимейта и собственно все вынужден был у нас антимаг отойти решил немножко засплить сейчас мид мне кажется мне кажется это минус еще одна сторона потому что гриф сейчас нету и байбэк саппортов тоже нету падают бараки на боте ой-ой-ой ультимейт от аппарата сейчас на антимаге висит очень неприятно но что-то у нас все-таки не рискует ребята с командой тимфарк поймали уже в обисть просто здесь аппарат мне кажется это какая-то безысходочка там ультимейт был от антимага но даже даже аппарат не умер и ну как сказать конечно просили немножко здесь два саппорта но тут уже два саппорта по 2000 хп так что это такое не аппарат конечно худенький но ему ультимейт запустил больше особо ничего делать не надо так что его и продать не стыдно вот сладар опять в поисках приключений шейкер уже стал настолько плотным что саппорт даже сложно назвать тоже ультимейт тору по себе купил и думаю что будет что-то прикупать типа хикса пытались на шейкера напасть на токе шейкер форстаф ушел сардар горит радика ну заюзал отар и вроде как воу сейчас такая просто тычка по лицу прилетела мог бы и откинуться если бы там еще сф сурки тычку дал но успел успел сделать поаут и пушт ребят сейчас команда тимфор топ а сф прикупил у нас себе кирасу и попробую его сейчас вообще убей еще редск на сатаник тоже купил и становится он уже очень очень плотный много армора много хп опять поймали у нас сардар сардар просто без шансов опять гем потерял ой ой дазл не спасет тебя к сожалению бкб твою с суринами здесь шекер откидывается блин бкб прожала станчик ой 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 как больно и это сэфа ну и уже просто разнос пошел порвался один антимаг вроде что-то и бьют а вроде и вынужден блинкаут делать сэф еще ультимет расхистовал лина байбэкнулась ну и пишут ребята с команды last dream gg ну что же 50 минут ну не 150 ну 50 минут у нас первая карта посмотрим получится ли у команды last dream отыграться во второй игре или у нас будет сегодня team's work 2.0 а может быть и отыграются ребята не знаю как получится в принципе мы это с вами все увидим так что далеко не уходите скоро я думаю будет вторая игра буквально в лобби перезайдем и стартанем доставать доставать Продолжение следует...